Здравствуйте! Вы смотрите программу «Важная тема». Сегодня мы в очередной раз коснемся сферы ЖКХ и платежей. Произошли изменения, попробуем в них разобраться. Поможет нам в этом председатель Государственного комитета Республики Карелия по ЖКХ и энергетике Олег Владимирович Тельнов. Итак, Олег Владимирович, что из себя сегодня представляют платежи за коммунальные услуги? По действующему жилищному законодательству на сегодняшний день все платежи собственников, нанимателей, помещений в многоквартирных домах, они делятся на две большие группы. Первая группа – это жилищные услуги, вторая группа – это коммунальные услуги. Жилищные услуги включают в себя, прежде всего, плата за содержание и текущий ремонт общего имущества. Это плата за сбор, вывоз, утилизацию твердых бытовых отходов. Утилизация входит в стоимость сбора и вывоза. И плата за капитальный ремонт для нанимателей также может быть плата за найм. Для собственников есть плата за капитальный ремонт их имущества, для нанимателей плата за найм. Какие механизмы формирования этой платы предусмотрены законодательством? Самое большое – это, конечно, содержание и текущий ремонт. Это тот платеж, который все собственники и наниматели помещений оплачивают организацией, предоставляющей соответствующие услуги. Причем это зависит от выбранного собственниками способа управления этим домом. То есть, если дом управляется посредством создания товарищества собственников жилья, то, соответственно, размер этих платежей, состав работ, которые выполняются в доме по содержанию и ремонту общего имущества, как, в общем-то, и состав, собственно говоря, этого общего имущества, он должен быть определен решением собрания членов ТСЖ. Величина платежа не регламентируется на сегодняшний день в законодательстве, но с точки зрения технических регламентов эта величина должна обеспечивать возможность поддержания дома в нормативном состоянии. То есть, он может быть маленьким или, наоборот, очень большим. Да, но при этом нужно понимать, что если, допустим, собственники проголосовали за очень маленький размер платежа за содержание и ремонт общего имущества, то в этом случае они несут ответственность за состояние этого имущества. И если в связи с невыполнением обязательных каких-то работ имущество будет содержаться в ненормативном состоянии, возникнут какие-то ситуации с этим связанные, то есть нарушения в работе инженерных систем, неисправности кровли, фасадов, еще что-то, то за это будут отвечать собственники. Потому что именно они приняли решение не выполнять каких-то обязательных работ, которые должны были быть выполнены. Второй вариант – управляющие компании. В этом случае решение об величине оплаты за содержание и текущий ремонт принимается собственниками на общем собрании и является одним из основных условий договора управления домом. То есть, это обязательно должно быть прописано, эта величина в договоре управления. Без собственников никто назначить величину оплаты за содержание и текущий ремонт не может. Соответственно, как на практике это происходит? По практике управляющая компания, предлагая заключить договор управления, должна предоставлять расчет, собственно говоря, стоимости содержания, ремонта общего имущества конкретного дома. Что там должно осуществляться на этом доме? Потому что состав инженерного оборудования дома разный, материал домов разный, материал кровель разный. Все это требует совершенно различных затрат и различных видов работ, которые должны проводиться регламентные. К сожалению, зачастую у нас получается так, что собственники, подписывая договор управления, вообще не читают и не уникают, а что же им предложили. Ну, 90% наверное, вот так как-то. Да, и получается так, что единственным критерием при заключении договора управления получается цена. На самом деле это как бы совершенно неправильная позиция и нужно, наверное, привыкать к тому, что вот если мы покупаем что-то себе в квартиру, да, или делаем ремонт в квартире, то мы определяем не только стоимость, да, но мы решаем, а что мы будем делать, какие материалы мы будем использовать, более дорогие или более дешевые, какого уровня ремонт мы хотим сделать, это решаем мы сами. Вот такая же логика должна действовать в отношении общего имущества дома, потому что это точно такое же имущество. Вот, к сожалению, этого понимания у нас так до сих пор и не наступило. Большинство по-прежнему считает, что этот ремонт должен выполнить кто-то, и, соответственно, этот кто-то должен определить, проконтролировать и качество ремонта, и объемы этого ремонта, а жилищное законодательство говорит на сегодняшний день совершенно о другом. То есть есть механизмы государственной поддержки капитального ремонта, это совершенно другое. То есть есть вот программы, которые реализуются там почти на миллиард рублей по совместно федеральный бюджет, республиканский бюджет, местные бюджеты, по капитальному ремонту домов, вы знаете, программы идут, но это механизм финансирования, а механизм принятия решений, механизм контроля за этих решениями, он все равно лежит в плоскости взаимоотношений между собственниками и управляющими компаниями, или, допустим, собственниками, объединившимися в товариществе собственников жилья. Именно они определяют, что сделать, как сделать, с каким качеством, соответственно, какой там будет срок, я не знаю, гарантийный срок эксплуатации, когда потребуется очередной ремонт. Это все закладывается в стоимость работы по содержанию и текущему ремонту. Олег Владимирович, часто задаваемый вопрос, пользуемся лифтом, допустим, почему мы платим за квадратные метры, а не за количество проживающих в квартирах? Да, есть такие вопросы. Жилищное законодательство сейчас подразумевает оплату по квадратным метрам, исходя из немножко другой логики, что эти расходы являются содержанием общего имущества в целом, и каждый собственник несет свою часть расходов, которая определяется долей в общем имуществе. А доля в имуществе определяется как раз квадратными метрами. Неважно, сколько людей проживает, но общие расходы на содержание общего имущества определяются количеством собственности, или доли в этой общей собственности. Такой был подход, ну, рассматривается, постоянно дискутируется, эта тема. Рассматривается возможность разделения, допустим, платы за содержание и пользование лифтом на две раздельных платы в плане расчетов. То есть, плата за содержание лифта в любом случае, как плата за содержание общего имущества, должна быть разделена пропорционально квадратным метром, поскольку лифт это такая же общая собственность всех собственников. А вот плата за пользование лифтом действительно может быть дифференцирована по количеству проживающих. Но пока таких решений законодательно не оформлено, то есть они в стадии обсуждения находятся. То же самое по вывозу мусора. Олег Владимирович, недавно председатель правительства Владимир Владимирович Путин сказал, что рост тарифов не должен превышать 15%. Как вот можно это прокомментировать и вообще контроль у нас, кто за этим всем осуществляет? Когда мы говорим о росте платежей за коммунальные услуги, то, конечно, они прежде всего складываются из стоимости ресурсов. И когда мы говорим о каком-то контроле за ростом коммунальных платежей, то прежде всего, конечно, речь идет о том, чтобы проконтролировать стоимость ресурса, потому что именно она регулируется государством. И вот если говорить о росте стоимости ресурса, который занимается в правительстве у нас комитет по ценам и тарифам, то по его итоговой информации суммарный рост стоимости всех коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в разрезе каждого поселения не превысил 15%, которые озвучены на федеральном уровне. То есть государство отследило, чтобы ресурсы не дорожали в сфере ЖКХ. Но мы должны понимать, что стоимость ресурса это еще не весь платеж. И здесь нужно не проконтролировать, а нужно понимать, что складывается не только из стоимости ресурса, но и из объема его потребления. И если дом какой-то потребляет огромное количество ресурсов и устанавливается, допустим, прибор учет, то платеж может отличаться в зависимости от того, сколько конкретно ресурсов потребил этот дом в заданный период времени. И если в доме были утечки, там текла вода, то размер платежа может быть выше по общедомовому прибору. Но не из-за того, что кто-то необоснованно завысил стоимость, а просто из-за того, что объем потребления вырос. Или кто-то где-то дырочку с утечкой не задел в трубе. Или, к примеру, прошлая зима по приборам учета на отопление. И когда, допустим, восстанавливается нормальное качество теплоснабжения, сталкиваемся по некоторым муниципальным образованиям. Когда начинается нормальное теплоснабжение, оказывается, что тепла дом потребляет много. То есть совсем не так. Вот когда люди ставили счетчик и получали там огромную экономию в условиях, когда плохо работали, допустим, котельные. То когда они начинают нормально отапливать по температурному графику, то потребление дома может оказаться и выше, чем даже тот норматив, который был утвержден. Особенно по малоэтажным домам. Такое встречается и такие факты нормальные. Это просто означает не то, что возрос как-то платеж и необоснованно кто-то за этим не уследил. Просто это говорит о том, что раньше, когда пользовались усредненным нормативом, то этот дом не доплачивал того, что он реально потребляет. И сейчас мы все по тому же законодательству об энергоэффективности должны приходить к тому, чтобы оплачивать фактически потребленное количество ресурсов. Пришло в ваш дом такое количество воды, такое количество тепла, такое количество электроэнергии. И оно должно быть оплачено. А каким образом проконтролировать, как расходуются энергоресурсы внутри дома, какие механизмы найти для повышения энергетической эффективности, для повышения эффективности использования этих ресурсов. Это второй разговор, который, конечно, также абсолютно важен, как и, собственно говоря, вопросы оплаты и расчета за потребление. Но там другие схемы решения. То есть это должно решаться в рамках управления этим домом, безусловно. И хороший пример, допустим, по перерасчетам воды, которые в городе Петрозаводске, вы знаете, вызывают массу нареканий по общедомовым как раз приборам, что из тех 500 домов, которые, допустим, перерасчитываются, все 500, как правило, находятся под управлением управляющих компаний. Там, где создаются ТСЖ, даже в старых домах, ТСЖ, ЖСК у нас есть старые, перерасхода ресурса по общедомовому прибору в таких объемах не возникает. То есть это говорит о чем? О том, что элементарный контроль. Со стороны собственников поставлен на другой немножко уровень, и люди интересуются и разбираются, и контролируют том, куда деваются ресурсы, которые покупаются за их деньги. Что ж, большое спасибо за разговор. Дорогие друзья, я напоминаю, сегодня мы беседовали с председателем Государственного комитета по ЖКХ и энергетике Карелии Олегом Владимировичем Тельновым. Вы смотрели важную тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова